Партнер программы Масло Сан Мигель Гарден. Вы можете приобрести его во всех супермаркетах Матрица. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Анастасия Андреева и телепередача «Пальчики оближ». Сегодня мы приготовим уху из семги и запечем доорадо с розмарином. Так, давайте сначала мы сразу с рыбки возьмем доорадо. Она у меня уже чищенная, вся разделанная. Я уже подготовилась заранее. Сейчас мы возьмем фольгу. На фольгу мы наносим наше любимое оливковое масло испанское. Очень вкусное, ароматное, безумно вкусное масло. Оно, видите, густое, неразбавленное. Сразу понятно качество масла. Сейчас мы его побольше нальем. Это для того, чтобы наша рыбка не прилипала. Туда мы добавляем свежемолотую соль. Я использую обычно морскую соль, потому что она более вкусная, ароматная и вкус абсолютно другой. И, как обычно, перец трех видов – красный, белый и черный. Так, кладем сначала у нас две рыбки. Вот кладем первую рыбку. Также мы ее поливаем оливковым маслом, чтобы она у нас со всех сторон была в оливковом масле. Вот она у нас такая. Так. Сверху мы тоже перчим ее обязательно. Также солим, чтобы она со всех сторон не была. И добавляем веточку розмарина. Веточку большую достала. Но, конечно, не надо розмарина. Вот такие вот две небольшие возьмем. Засовываем в брюшко рыбки. Вот. Видите, она у нас какая красивая получается. Так. Первая у нас рыбка готова. Сейчас все то же самое мы проделаем со второй рыбкой. Также опять оливковое масло. Так вот. Опять солим. Даже оливковое масло тут побольше надо добавить, чтобы рыбка не прилипла у нас. И подача на столе была очень красивая. Так. Вот сейчас мы поперчили ее. Кладем вторую рыбку. У нас такой, знаете, ужин для двоих будет. Вот. Опять оливковое масло. Сейчас вот так вот. Вот ее смажем прям ручками. Не боимся испачкаться. Опять мы ее солим. И перчим. Духовка у нас уже предварительно разогретая. Берем вот веточку. Засовываем тоже в брюшко. Вот так вот. Сейчас я ручки сполосну. Вот. Видите, уже такую рыбку уже красивую заперенеет. Сейчас рыба достаточно быстро очень готовится. Вот. И теперь тихонечко мы ее аккуратненько вот так вот в виде мешочка. Не надо ее прям, чтобы она там была полностью прям замотанная как-то. Облеплена. Вот так вот все. Оп. Первая рыбка у нас готова. Направо это не кладем. И со второй рыбкой мы делаем все то же самое. Так, надо посмотреть, как у нас рыбка протекает немножко. Надо еще в фольге, для того, чтобы она у нас не подгорела ни в коем случае. Сейчас. Так вот повторим мешочек. Вот так вот. Все. Одну. Вот и вторая тут. Все. Рыбка у нас готова. Для того, чтобы пойти у нас запекаться в нашу духовочку. Все. Отправляем ее. И ждем. В разогретой духовке где-то на 200 градусов рыба готовится 20-30 минут. Рыбу мы взяли доорадо. Также можно использовать сибас. Вообще-то очень рыба вкусная. Просто сибас немножко посуше, а доорадо более сочнее. Сейчас мы будем готовить очень быстрое ухо. Взяли, набрали в кастрюлю водички. Вот сейчас мы включим плиту. Я сначала на максимальный, как обычно, ставлю разогрев для того, чтобы она быстрее. Сейчас крышечку возьмем, закроем. Вот, все, чтобы вода быстрее закипала. Сейчас мы готовим дальше. Рыбка у нас уже заранее подготовлена. Я сейчас немножко водички солью. Рыбка уже воду дала свою. Вот. Уже филе семги есть. Я уже ее почистила от косточек предварительно, подготовила. Я люблю, знаете, быстрое ухо получается. Ничего лишнего нету. И нарезаем ее вот такими кубиками, можно сказать. Потому что все равно, чтобы она... Рыба имела такое свойство, когда она попадает в горячий воду уже, она немножко увеличивается в размере и разбухает. Сейчас берем всю рыбку. Вот мы так быстренько нарезаем. Вообще семга – это такая рыба, которую можно солить, запекать. Скажем так, рыба универсальная. Варить. И самое главное, что она всегда вкусная. Можно еще, кстати, вот в это ухо можно добавить сама. Кто-то сама не любит, потому что вроде как считается рыба, рыба, которая питается падалью уже. Но я считаю, что любая рыба, она очень хороша. В дальнейшем следующих передачах я обязательно, мы будем с вами готовить разнообразную речную рыбу, озерную. Не только дорогую рыбу использовать в приготовлении. Я вам раскрою маленькие секреты, как можно карастей приготовить. Правда, не сметание, а в сливках. И там не будет косточек. Обязательно можете писать свои пожелания на сайте, на нашем M-телевизион. Будет очень интересно услышать ваши какие-то мнения дополнительные. Может быть, какие-то будут пожелания у вас. Потому что я все-таки стараюсь приготовить пищу из тех продуктов, которые можно быстро где-то купить, с легкостью. Какие-то есть, конечно, дорогие продукты, но в большинстве своих случаев я все-таки готовлю из таких традиционных продуктов, которые легко найти и по доступным ценам. Вот. Сейчас мы нарежем быстренько рыбку. Все, рыбка у нас готова. Вода еще не закипела. Берем картошку. Картошку я тоже нарезаю кубиками небольшими. Во-первых, и уха быстрее сварится, естественным образом. И суп такой. Я не люблю просто густой суп. Уха традиционным способом готовится из трех вид рыбы. И она достаточно густая получается. Тут на любителей, естественно, рыбаки, наверное, меня сейчас в данной ситуации не поймут. Подумаю о том, что я взяла дорогую рыбу и такой суп не густой. Все достаточно, все с легкостью приготовлено. Обязательно попробуйте его приготовить. Ничего сложного, самое главное. И быстро. Тоже немаловажный фактор. Так, дорогие мои, картошку вот мы уже дорезаем кубиками. Морковку я предварительно уже натерла на терке длинными такими полосочками. Но, знаете, я вам скажу, что лучше, конечно, еще я ее немножко порежу, потому что она у меня слишком длинная получилась. Вообще морковка очень, мне кажется, в большинство блюд она вообще лишней никогда не бывает. Очень вкусно. Вот она у нас. Итак, вода у нас закипела. Сейчас мы воду сначала отправим в рыбку, для того, чтобы снять потом пену. Так, вот это у нас. Это посолить, правда, перед этим. Вот солим. Тут уже на вкус. Рыбка готовится быстро. Уха приготовится махом. Буквально 20-30 минут от силы. И у нас уха уже будет готова. Вот рыбка вся уже такая разваристая стала. Мы сейчас доведем до кипения, снимем пенку сверху и отправим уже туда картошку с морковкой. Все очень быстро, видите, доступно. Может приготовить любая хозяйка, даже которая не умеет готовиться. На самом деле это очень элементарное блюдо. Вот уже пеночка образовывается. Мы начинаем ее потихонечку снимать. Вот так вот. Все. Отправляем картошку туда. Так, картошку отправили. Сразу же за картошечкой мы отправляем морковку. Так. И уже спец. Обязательно нам потребуется для этого лавровый лист, дорогие телезрители. Вот. Для аромата вот я кладу. Обязательно нам нужен душистый перец горошком. Без него у нас никак. Вот. Крупное положили. Так. Теперь мы ждем, когда у нас уха приготовится. Закрываем крышечку. Огонь делаем поменьше. С девятки до шестерки убавляем. Где-то это будет приблизительно готовиться у нас минут 20. И так, дорогие телезрители, суп наш уже практически готов. Вот, смотрю, да, уже готов. Аромат такой очень вкусный, стоит обалденный. Так, плиту мы выключаем. Суп готов. Сюда мы добавляем укроп сушенный. Вот. Чтобы позеленее был наш супчик. Перчик свежемолотый. Как обычно, три вида. Вот. Еще раз помешаем все это. Вот. Как красиво у нас уха получается. Очень. Насыщенный цвет. Запах. И, конечно же, суп у нас готов. Мы рюмочку водочки выливаем. Все это сейчас мы перемешаем. Итак, уха у нас готова. Мы ее наливаем в тарелочку. Вот так вот. Будем доставать рыбку. У нас рыбка тоже уже готова. Все, видите, как быстренько, буквально 30 минут, и у нас уже ужин и готов. Шкварчит она. Сейчас мы ее откроем. Смотрите, какая у нас красивая рыбка получилась. Ароматная. И подача красивая. Наша передача подошла к концу. Я жду своего дорогого любимого. Я вам желаю приятного аппетита. До новых встреч. С вами была Анастасия Андреева. Пальчики оближешь на МТелевизион. Партнер программы. Масло Сан-Мигель Гарден. Вы можете приобрести его во всех супермаркетах Матрица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова